всем большой привет я очень рада то что вы решили зайти ко мне в гости и сегодня мы с вами будем обозревать бюджетную парфюмерию это очень редкое видео на моем канале не потому что я стыка пафосная вся такая не загордилась или еще что такое но а дело в том что найти что-то действительно стоящее найти ту самую жемчужину на дне на дне бюджетной парфюмерии очень и очень сложно к сожалению очень часто работает то самое правило когда цена равно качеству все-таки покупая аромат за например за 10000 рублей или аромат за 800 рублей это будут два разных аромата и скорее всего аромат за 10000 рублей будет звучать лучше и красивее и так далее если что там шанель не обращайте внимание давайте-ка мы сразу определимся насчет цены а потому что для кого-то и 5000 дешево а для кого-то и 500 рублей очень дорого я понимаю то что кошельки у всех разные но давайте мы в среднем сделаем так что ароматы из сегодняшней подборки будут наверное не дороже полутора тысяч я не сделала такой вот полновесный мониторинг я не стала смотреть что где как стоит но некоторые ароматы из этой подборки стоит где-то может быть до 500 рублей какие-то ароматы наверное может быть около до 2000 рублей сразу я вам скажу то что не все эти ароматы я тестила достаточно хорошо и на это есть свои причины и так смотрите целая батарея парфюмерии тут у меня раз два три 4 5 6 7 ароматов два аромата я ношу из этой коллекции постоянно они мне очень сильно нравится может быть мы все-таки тогда начнем с них чтобы у нас был такой вот более-менее позитивное начало и заранее я хочу сделать такой вот небольшой дисклеймер если я буду слишком как-то плохо отзываться об этих ароматах потому что ну если честно мало что мне из этого понравилось то пожалуйста не обижайтесь если этот аромат есть у вас в коллекции я всегда высказываю свое мнение честно мое мнение неподкупно если мне что-то не нравится я не буду об этом сидеть молчать там и нахваливать то что мне не нравится ну давайте мы начнем тогда вот этого аромата это аромат faberlic faberlic donna felice я про этот аромат вам рассказывала еще в слепых затестах в общем я этот аромат люблю и вообще знаете почему я решил его включить сюда потому что даже полноразмерная версия этого аромата она стоит недорого а вот такой вот маленький флакончик у них можно было приобрести в районе 300 рублей ну согласитесь а тридцатка за 300 рублей это очень и очень выгодно и знаете слепых затестах я подумала что это какой-то достойный люксовый аромат потому что он действительно звучит очень хорошо он звучит гораздо дороже своей цены ну во первых это очень такой вот ледяной свежий воздушный аромат ощущение как будто бы вы с морозилки достали заледеневшие лимоны или какие-то другие цитрусы ощущение как будто вы пьете какой-то холодный напиток в жару и этот напиток так хорошо вас охлаждает для меня это лимонный лед веточка мяты может быть и немножко немножко совсем сахара аромат классный он идеально подойдет в жару конечно он не будет отличаться какой-то супер стойкостью однако для меня за 300 рублей этот аромат просто супер я считаю но хотя я за него не платила мне его подарила моя парфюмерная фея марина марина привет если ты смотришь спасибо тебе большое за этот подарок аромат классный если вы хотите что-то на лето такое легкое свежее недорогое то пожалуй вот такой вот замечательный флакончик будет вам в помощь отличная альтернатива всяким там light blue и прочим дорогим ароматом и второй аромат о котором я буду вам сейчас рассказывать это вот такой вот красивый голубенький аромат я его решила включить в эту подборку я по-моему о нем отдельно говорила ли не говорил я не помню уже но у меня этот аромат уже пошел уже второй год как он у меня это флёр д кота соли ноутс соли ноутс насколько я знаю эксклюзивно представлена в золотом яблоке и кстати в этом году когда я была в москве я потестила все ароматы от соли ноутс и они очень даже достойны а цена колеблется от 800 до 1200 рублей за 50 миллилитров я считаю что это очень даже хорошая цена для этого бренда потому что во первых там очень такие вот дорогие качественные коробки мне очень нравится флаконы этой серии они сделаны из толстого такого плотного стекла они лаконичные такие все одинаковые формы отличаются только названием и оттенком самого флакона и этот аромат у нас это хлопок знаете он такой классный он звучит гораздо дороже своей цены это сто процентов я его люблю носить больше в прохладное время года зимой почему потому что он пудровый и это для меня аромат чистоты аромат чистой белой выглаженной рубашки а какого-то чистого постельного белья немножко можно сказать что уходит в какую-то кремовость если наносить его много но в целом аромат очень красивый очень приятный если будет возможность купить его ниже тысячи рублей для него это будет хорошая цена обращает на себя внимание сразу я вам скажу эти ароматы мне отдала на обзор моя подруга катя катя привет если смотришь это такой вот шарик не знаю вот видно вам это такой вот шарик и у него крышка вот такая вот виде эйфелевой башни вместе это смотрится очень волшебно смотрите но это смотрится действительно неплохо тогда но немножко кринжова конечно но в целом в целом очень даже ничего наверное если вы любите такие какие-то стоит статуэт очки и прочее в общем называется банджур де пари когда я спросил у своей подруги что это что это такое вообще что это первый раз такое вижу ангар я не знаю мне подарили вот эти вот ароматы которые вот далее будут это все ароматы ей подарили или там муж принес работы ну в общем понятно что ничего из этого не покупала посмотрим что это за аромат аромат ой он мне что-то очень сильно напоминает из дорогих ароматов что-то амброво древесно янтарные специевые немножко есть какой-то намек на медовые цветы сладкий аромат ванильный но при этом здесь есть какая-то перчоность что ли здесь есть какие-то специи ощущение как будто бы он имитирует какой-то более дорогой аромат не знаю вот могла бы я такое носить если честно мне не очень нравится я не знаю даже что это за аромат такой потому что когда я спрашивала свой подруги где-то его раздобыла мне просто подарили там в наборе был какой-то крем и было вот это вот чудо ну понятное дело даже вот судя по расходу вы можете посмотреть я не знаю даже сколько здесь миллилитров но понятно что она его не носила выкинуть ну видимо жалко в принципе неплохо можно такое носить и это вообще даже не так и ужасно как может показаться с первого взгляда потому что здесь нет ни запаха спирта здесь нет никакого такого технического оттенка да не знаю вот в принципе звучит очень даже неплохо для людей которые любят что такое вот забористое сладкое и с характером неплохой аромат есть даже тут какая-то нотка жженого сахара немножко водящая как будто бы в сторону бокары но это не бакара нет это не бакара даже рядом вот такой вот аромат если кто-то знаком с этим ароматом расскажите если он у вас или нет следующий аромат о который мы с вами будем говорить это небезызвестнейший брэм алкемист алкемист парфюмери вот такой вот красивый флакончик это по моему у меня тестер это тоже вот флакон моей подруги это линейка по моему как то она называлась в общем у меня есть линейка tarot card да и там все эти очень даже хорошие ароматы они стоят где-то до 1000 рублей где-то 800 900 рублей за 50 миллилитров это же серия алкемист парфюмери она была по моему про там там было что-то солнце что-то там еще не помню вот этот аромат у нас называется leather cloak здесь 30 миллилитров и между прочим он пользуется но определенную популярность потому что я как но он такой знаете вот как он называется leather cloak вот есть оттенок то ли замши то ли какой-то кожи такой вот какой-то кож галантерей как будто бы вы вошли в магазин где продают кошельки но в целом неплохо в целом неплохо нормально аромат собран никакого запаха спирта здесь опять-таки нет это очень наверное даже может звучать как-то интересно немножко так вот как-то по нишевому но мне такие ароматы не очень сильно нравится отлично наверно подойдет на работу если не борщить с ним потому что на мой взгляд звучание такое вот какое-то строгое я бы даже сказал строгое это какая-то замша или кожа или что-то вот связано с не знаю с рабочими какими-то моментами то есть для меня это не аромат пойти в театр для меня это не аромата не западе на праздник это аромат вот для работы для какой-то вот повседневной жизни ничего больше про этот аромат сказать не могу но он неплох и судя по расходу видимо подруга моя его уже успела поносить потому что здесь меньше половины не могу сказать что мне это нравится но за свои деньги звучание очень даже неплохое так следующий аромат о котором мы будем с вами говорить это ля риф знаете да что такое ля риф ля риф это по моему это был польский бренд аналоговой парфюмерии который имитировала более дорогие ароматы многие кто комментировал в прошлом году мои видео про аналоговую парфюмерию советовали мне познакомиться с этим брендом потому что они считали то что у ля риф очень даже хорошие аналоги но моя рука так и не дошла до тут потому что ну ценник когда был негуманный был около он около 2000 рублей хотя раньше как мне там писали можно было его спокойно купить и за 700 и за 800 рублей здесь у нас вот тоже опять не написано ничего не понятно а нет есть а ну здесь 90 миллилитров и называется он donna чисто даже по оформлению ощущение как будто бы они пытались сделать наверное как аромат donna от серджио точине но я к сожалению с тем ароматом не знакома но этот аромат вот он неплохой он чем-то перекликаются с donna felice от faberlic потому что очень идентичное звучание тоже прохладное ледяное цитрусовое такое свежее есть какой-то аспект таких вот зеленых листьев аромат неплохой мне кажется он отлично подойдет на жару на повседневку в офис да и в принципе вот так вот куда угодно можно в нем пойти в плюс 30 плюс 35 он не задушит потому что он звучит очень свежо очень приятно и вот этот бы аромат я могла бы наверно вам посоветовать да это неплохой такой вот цитрусовый хороший летний аромат не задушить не придешь никаких лишних нот все достаточно хорошо собрано нормальный такой вот вариант чем бы и нет но они мне так сильно перекликаются вот с этой донной от faberlic что для меня это практически одно и то же но по факту наверное тут наверно из какие-то различные он звучит чуть чуточку слаще чем faberlic овская донна но в целом очень даже неплохо нет слышите классный аромат классный но тут видите расход совсем минимальный я не знаю почему моя подруга не пользовалась но аромат неплохой следующий красавчик у нас green leaf от dillies вот в прошлом году осень я еще думала что ближе к лету я буду покупать зеленый чай от elizabeth arden я его так и не смогла купить потому что у меня были в приоритете другие ароматы на лето я их приобрела и как-то уже покупать зеленый чай от elizabeth arden было ну уже как-то поздно и когда я советовалась насчет зеленого чая многие мне советовали вот именно зеленый вариацию зеленого чая от dillies dillies это белорусский бренд аналоговой парфюмерии которые делают очень даже неплохие аналоги по крайней мере один аналог который я потестила достаточно хорошо на розовую молекулу pink pepper по моему называется он мне понравился но вот этот вот зеленый чай меня разочаровал почему потому что а многие говорили что это даже круче чем elizabeth arden это круче чем зеленый чай от новой заре но по факту нет это отвратительный аромат очень химозный очень резкий если его сравнивать зеленым чаем от elizabeth arden он совершенно не похож то есть да здесь есть такая чайна здесь есть какие-то вот такие звонкие вкусные сладкие цитрусы но если брать его как аналог то нет это совершенно не похоже но здесь меня смущает не то что он не похож на зеленый чай elizabeth arden а то что он очень дешево звучит при том что ценник то на него не супер бюджетный но ощущение как будто вы просто купили не самую дорогую вонючку для машины зеленый чай и вот так вот это вот вонючка пахнет вот так вот пахнут эти духи обрызгаться этим абсолютно никакого нет желания то есть это очень плохо сделано это никому не советую вот эти вот духи и даже тратить на него свои небольшие деньги нет абсолютно того не стоит лучше купить на wildberries elizabeth arden green tea 30 можно купить в пределах 1000 рублей и она будет звучать намного намного лучше чем вот это вот химозина последний аромат я вас обманул оказывается вот этот аромат я тоже включил в подборку это тоже мой аромат это у нас бракар не тари де филе чисто сорбета аромат про ягодный коктейль про ягодное мороженое про такой вот сладкий нежный натуралистичный щербет классный аромат мне он понравился когда я его еще встретила в арома боксе люкс новинки для неё и зимой он мне тогда показался очень даже приятным и вкусным по моему здесь сотка была насколько я помню а я его купила где-то в пределах 500 рублей за сотку согласитесь это очень даже хорошая цена ну это что это такие вот вкусные громкие сладкие нежные ягоды итальянское мороженое это щербет это дыня это такие нежные легкие цитрусы и немножко незамысловатые такие вот цветы аромат легкий беззаботный такой вот немножко легкомысленный летний но для меня вот на данный момент такое звучание как-то уже скучновато им кажется и вот даже можете посмотреть его практически не носила то есть как-то мне вот это вот звучание уже не очень-то хочется на себе носить не потому что он плохой а потому что для молодых девчонок мне кажется или для школьницы это будет звучать очень даже неплохо но когда тебе уже почти то уже как бы но рок лет уже как-то таким вот пахнуть не хочется и поэтому я решила его либо я его подарю скорее всего либо буду использовать как такой вот интерьерный аромат и на этом я буду заканчивать свою бюджетную подборку ароматов у нас получилось достаточно большая подборка пишите пожалуйста с какими этими ароматами вы знакомы какие ароматы вам нравятся и какие ароматы из бюджетной парфюмерии вы могли бы мне еще посоветовать спасибо вам большое за внимание пишите ставьте лайки и подписывайтесь на телеграм-канал и на ютуб-канал карсик кадири